Здравствуйте дорогие друзья это канал на пульсе и с вами я врач онколог хирург от обеков Игорь давайте сегодня с вами разбираться полезны ли антиоксиданты для пациентов с онкологией Витамины С, Е, А, селен, ликопин, соевые продукты, зеленый чай наиболее активно изучались у онкологических пациентов И в отличие от многих других веществ о которых я говорил ранее в своих лекциях Они исследовались не только на лабораторных животных лабораториях, не только на клеточных культурах в исследовательских центрах Но и массово исследовались на реальных онкологических пациентах Итак, существует много исследований, где лабораторным животным сначала давали какие-то из этих антиоксидантов А потом воздействовали на них каким-либо канцерогенным фактором, который заведомо вызывает онкологическое заболевание Будь то облучение, которое вызывает рак кожи у животного Или это какое-то химическое вещество, канцероген, которое допустим может вызывать рак печени При этом у животных антиоксиданты препятствовали развитию онкологии Как я уже сказал, перед тем, как дать вот этот вот какой-то канцерогенный фактор Давали антиоксиданты животным То есть антиоксиданты в этих опытах были эффективны в профилактике рака Но что если уже есть опухоль? Для начала надо разобраться, что же такое свободные радикалы Свободные радикалы это такие молекулы, у которых не хватает одного электрона И из-за этого они очень нестабильны Они пытаются во что бы то ни стало этот электрон получить откуда-то, выхватывая его Например, из окружающих клеток Таким образом они могут повреждать клетки, повреждать генетический материал Вызывать мутации и как следствие либо смерть клеток, либо превращать их в опухоль Что интересно, с одной стороны опухолевые клетки могут сами производить свободные радикалы Для того, чтобы стимулировать собственный рост путем повышения воспаления Что в свою очередь улучшает местное кровообращение И повышает приток стимулирующих веществ к опухолевым клеткам Это цитокины, это факторы роста С другой стороны, иммунные клетки организма сами способны производить свободные радикалы Для убийства опухолевых клеток и микроорганизмов То есть свободные радикалы в некоторых количествах нужны организму для защиты Свободные радикалы постоянно образуются в организме в процессе нормального обмена веществ Но воздействие вредных факторов окружающей среды, таких как сигаретный дым, загрязненный воздух, продукты питания Также вызывает образование свободных радикалов, но уже в чрезмерных количествах У организма есть своя система для нейтрализации этих частиц Плюс часть антиоксидантов для обезбреживания этих свободных радикалов поступает с пищей В идеале должен быть баланс между образованием свободных радикалов и их нейтрализацией с помощью антиоксидантных систем Если баланс нарушается, возникают проблемы Антиоксиданты отдают электрон свободным радикалам, тем самым стабилизируя их и делая не агрессивными Проблема в том, что и опухоли нужен свой баланс, чтобы с одной стороны поддерживать воспаление, которое стимулирует ее рост А с другой стороны не погибнуть под воздействием избытка свободных радикалов Таким образом, опухоль способна вырабатывать антиоксидантные молекулы для нейтрализации чрезмерного количества свободных радикалов Которые образуются как в процессе ее жизнедеятельности, так и которые образует наша иммунная система, когда пытается атаковать эту опухоль Все антиоксиданты делятся на три группы Это поступающие с пищей, это производимые внутри организма и синтетические, которые продаются в виде препаратов Исследования на людях с применением селена, синтетических витаминов А и Е Показали даже небольшое увеличение риска некоторых видов рака Таких как рак легких, толстой кишки и предстательной железы А вот употребление продуктов, богатых витаминами А и Е То есть естественными витаминами, снижало риск рака легких Хочу пару слов вам рассказать об антиоксидантах, которые применяются в комплексе с химиотерапией Дело в том, что химиотерапия уничтожает опухолевые клетки через производство свободных радикалов Если использовать антиоксиданты, которые нейтрализуют эти свободные радикалы То это естественно снизит уничтожение опухолей химиопрепаратом То есть снизит эффективность химиотерапии Сразу несколько исследований на животных показали подавление разных видов рака и метастазов у мышей с дефицитом антиоксидантов То есть у них было мало антиоксидантов Соответственно большое количество свободных радикалов, которые не нейтрализовывались И такие опухоли лучше поддавались лечению То есть вопреки всем ожиданиям получается, что свободные радикалы в данном случае являются друзьями Хотя и тут не все так просто Антиоксиданты могут улучшить результаты лечения некоторыми химиотерапевтическими препаратами У 100 пациенток, страдающих раком молочной железы Усиливалось действие доксорубицина и циклофосфана при их комбинации с витамином А Пациентам с немелкоклеточным раком легких, получавшим химиотерапию, это позит с цисплатином Давали известный антиоксидант мелатонин в дозе 20 мг в день При этом значительно повышалась выживаемость и снижались побочные эффекты Большинство побочных эффектов химиопрепаратов связано как раз таки с образованием свободных радикалов И одновременно назначение антиоксидантов может снизить частоту возникновения побочных эффектов Но антиоксиданты при этом могут снижать эффективность этих препаратов При лучевой терапии также образуются свободные радикалы Антиоксиданты с одной стороны точно так же снижают осложнение лучевой терапии, защищают нормальные клетки Но с другой стороны, к сожалению, они снижают эффект лучевой терапии на опухоль Еще нужно учитывать тот интересный факт, о котором я уже говорил в своей лекции по раку и витаминам Что антиоксидантные витамины перестают быть антиоксидантами и становятся прооксидантами в больших количествах Тем самым увеличивая повреждения тканей и образование свободных радикалов Тем самым они усиливают гибель опухолевых клеток, но при этом практически не воздействуют на нормальные клетки Что же касается рецидивов после проведенного онкологического лечения То большая часть исследований говорит о повышении риска рецидива при назначении антиоксидантов таким пациентам Только одно исследование у пациенток с раком молочной железы сообщает о снижении риска рецидива При приеме витамина С и Е в течение как минимум 3 лет после радикального лечения Итак, несмотря на многолетние исследования, до сих пор не существует четких рекомендаций Стоит ли или не стоит назначать антиоксиданты при онкологии Слишком много факторов влияют на лечение и исход в каждом конкретном случае И у нас пока нет четкого понимания всех процессов На противоречивые результаты исследований еще влияет тот факт, что многие антиоксиданты являются антиоксидантами только в очень определенных дозах Что не учитывалось во многих испытаниях Более того, все опухоли очень разные Даже если это один и тот же вид рака Они совершенно по-разному реагируют на лечение От отличных результатов до полной неэффективности Далеко не все виды опухоли используют для собственного развития свободные радикалы Но в таких случаях применение антиоксидантов может переключить обмен веществ этих опухолей Что часто может ускорить их рост Зато при этом они становятся более чувствительными к химиотерапии и лучевой терапии Именно поэтому, согласно одной из теорий, антиоксиданты никогда нельзя использовать в одиночку А только перед применением основных препаратов онкологических для повышения их эффективности В идеале удаленную опухоль нужно исследовать, чтобы понять, помогут ли антиоксиданты или нужны препараты, наоборот, повышающие свободные радикалы К сожалению, на сегодняшний день все это на этапе изучения Такого тестирования опухоли нет и в стандартах И поэтому эти характеристики каждой индивидуальной опухоли не учитываются И это одна из наиболее важных причин, почему результаты исследования антиоксидантов на пациентах так разнятся Давайте сделаем вывод Учитывая, что антиоксиданты могут быть небезопасны при онкологических заболеваниях, ими увлекаться не стоит Естественные антиоксиданты, то есть получаемые с пищей в умеренных количествах не навредят Синтетические я бы не рекомендовал Мелатонин, гриб чага, гриб хвост индейки в исследованиях на людях показали положительный эффект Но не стоит забывать, что они содержат и другие вещества, обладающие прямой активностью против опухоли Поэтому здесь эффект может быть связан как раз вот с этими веществами Рекомендую посмотреть мои лекции по медицинским грибам, подсказки сейчас появятся на экране Для того, чтобы свести к минимуму дисбаланс между свободными радикалами и антиоксидантами Нужно придерживаться разнообразия диеты, употреблять зерновые, фрукты, овощи разных цветов Бросить курить и свести к минимуму прием алкоголя Кроме того, обязательно физическая активность и постараться нормализовать свой вес Дополнительный прием синтетических антиоксидантов нерационален и может нарушить естественный защитный механизм Например, защиту против раковых опухолей, против бактерий и так далее Как я уже говорил в предыдущих лекциях, прием овощей и фруктов снижает риск многих видов рака Поэтому, дорогие друзья, здоровый образ жизни, правильное питание и правильный настрой Если эта информация была для вас полезна, подписывайтесь на канал, ставьте лайк и жмите на колокольчик Чтобы быть в курсе новых видео Будьте здоровы! До свидания!